Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин. Напротив меня в этой студии гости из Казани, представители Казанского национального исследовательского технологического университета, это доктора социологических наук. Начну представлять с дамы Раушанья Зинурова. Добрый день. Доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и предпринимательской деятельности, директор института управления инновацией Казанского национального исследовательского технологического университета. Добрый день. И ваш коллега, доктор социологических наук Андрей Тузиков, профессор, заведующий кафедрой государственного муниципального управления и социологии, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования, упомянутого уже вновь высшего учебного заведения. Добрый день. Вы приехали в наш город для того, чтобы выступить с лекцией в Вятском государственном университете в рамках проекта лекции в политехническом. Все верно. И тема вашей лекции звучит следующим образом. Толерантность против патриотизма. Толерантность въезд в патриотизм. Какая идеология нужна России? Кто из вас отвечает за толерантность, кто отвечает за патриотизм, естественно. Постановка вопроса такая, скорее, не совсем адекватная, не совсем точно отражающая суть дела, но для того, чтобы обсуждение было, назовем так, проблемным, можно разделить. То есть это будет дискуссия, это будет, да, это спор некий будет. Да. Скорее, взаимодополняющий. Взаимодополняющий. Сократовский диалог. Хотел бы начать с вполне простого, банального вопроса. А что, в вашем понимании, есть толерантность, а что есть патриотизм? Вот, собственно, невозможность однозначно ответить на этот вопрос и заставила вынести это название нас в заголовок нашей сегодняшней лекции. Но вы социологи, как вообще в обществе понимается это все? Вот есть обывательское понятие толерантности, есть некое общепринятое представление о толерантности как норме сотрудничества между людьми и народами, которое предполагает принятие другого таким, какой он есть. В такой интерпретации мы можем зайти слишком далеко, принимая все как положительные стороны другого, иного человека или народа, так и заходя в принятие его всех недостатков, которые, возможно, даже начинают угрожать другому обществу при взаимодействии с этими людьми или с этими народами. Есть общепринятый принцип в декларации принципов толерантности ЮНЕСКО, который очень четко формулирует толерантность как принцип межкультурного сотрудничества и согласия между народами, как уважения прав и независимости народов между собой. Именно на культурном уровне, речь не идет о политике, это очень принципиальный момент. В данном случае толерантность рассматривается как принцип межкультурного сотрудничества и межкультурной интеграции. Дело в том, что на протяжении многих тысячелетий народы либо вынужденно, либо с удовольствием живут и сотрудничают друг с другом. И в период вот этого сотрудничества народы прошли очень разные стадии взаимодействия. От ассимиляции, сегрегации, дискриминации до интеграции. На сегодняшний день мы вынуждены искать какой-то базовый принцип, на основании которого народы могли бы договориться. Поэтому, собственно говоря, в социологии толерантность рассматривается с точки зрения теории символического интеракционизма, когда это один из символов взаимодействия между людьми, а, собственно, сами люди и отношения у них тоже символы, по поводу которых мы вступаем в договорные отношения. Поиски пока еще не уменьшались успехами вот этого базового какого-то основного принципа? Ну, базовым принципом является сотрудничество на каких-то общечеловеческих ценностях, которые тоже, в свою очередь, являются идеологемой, о котором нужно договариваться. Но, тем не менее, о том, что нужно договариваться и нужно жить во взаимодействии, то есть этот принцип не вызывает ни у кого отторжения и сомнения. Другое дело, чем данная категория, данные идеологема наполняются? Потому что в западном обществе она может наполняться, в западноевропейском обществе, одним смыслом и одним пониманием. То есть, например, толерантность и принятие всех людей с их, например, гендерными особенностями. Или, например, с их расовыми особенностями. Мы прекрасно знаем, что если, например, культурный релятивизм доводить до конца, то есть, что у разных народов есть самые необычные традиции, включающие в себя для нас достаточно варварские традиции. И если мы их начнем принимать и воспринимать в нашем обществе как норма, то, естественно, это может вызвать отторжение традиционного общества, которое проживает в России. Ну, касаются они очень разных аспектов жизни. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами, взаимоотношения между детьми и взрослыми. То есть они очень по-разному воспринимаются в разных обществах. Поэтому нам ближе трактовка толерантности, такая, которая дается в нашей культуре, в нашей интерпретации, это как понимание людей, взаимопонимание людей и принятие их такими, какими есть, до тех пор, пока это понимание не нарушает границы жизни, здоровья, самосохранения нашего общества. А понятие патриотизма хочу передать слово вашему коллеге. Андрей Юрьевич. Ну, начну с цитаты из классика. «Для счастья человеку славное Отечество надо бы не иметь». Эта цитата отражает, как бы, одну из, назовем так, естественных, что ли, да, желаний, одной из естественных потребностей человека гордиться своей страной, иметь какое-то чувство сопричастности к истории своей страны, к истории ее народа, и иметь какие-то поводы для позитивного отношения, гордости, если хотите, да, к каким-то событиям, в которых он даже сам не участвовал. Ну, история на первом месте, да, формирование чувства патриотизма? Ну, без истории не бывает патриотизма, давайте так скажем. Но нельзя гордиться только прошлым, да. Поэтому один из вызовов, стоящий перед современным российским патриотизмом, это конструирование и поиск оснований для гордости в настоящем. А современный российский патриотизм – это что такое? Ну, вопрос хороший, почему я говорю современный российский патриотизм? Потому что в своей истории Россия прошла, как бы, Много периодов. Давайте так скажем, по-разному идеологически окрашенных периодов, да. И, условно говоря, патриотизм, там, 12-го века не эквивалентен на 100% патриотизм 19-го века, да. А первая половина 20-го века отличается от начала 21-го века. Поэтому, но в то же время, как сочетать преемственность и вот то новое, которое сегодня пытаются в нашем обществе культивироваться, развиваться. И есть, как бы, как минимум, несколько естественных вызовов. Ведь патриотизм, если вот максимально ограничить какие-то признаки его, да, можно свести, первое, к любви к родине, второе, к уважению и принятию соотечественников, сограждан. Не важно каких, не важно какого уровня. А вот я сейчас продолжу, да. Соответственно, вы очень правильно заметили, что можно говорить о каких-то проявлениях и основаниях, да, патриотизма. Коли уж мы в рамках социологии пытаемся это обсуждать, народ делится, как известно, на какие-то группы, да, слои там и прочее. Ну, по разным признакам. Конечно, поэтому можно говорить о патриотизме с классовым оттенком, да, как-то, ну, вот, например, лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» был классовым. Да, это группа людей, конечно. Но можно говорить о патриотизме, связанном с расовыми признаками выделения каких-то социальных групп, да, ну, не знаю, белый патриотизм, чёрный патриотизм. Можно говорить о патриотизме, связанном, предположим, с принадлежностью к тому или иному слою. Так, там, ну, я не знаю, патриотизм элиты, патриотизм народа. Ну, вот в истории было известно, что, например, и не только в российской истории, в венгерской истории очень хорошо было заметно, что очень часто элита и масса пользовались даже разными языками и не считали себя принадлежащими к одному народу. Например, в российской империи, да, французский язык, признаком элиты. А в Венгрии в 19 веке ещё то же самое было. Элита венгерская не разговаривала по-венгерски. Она по-немецки исключительно разговаривала. И когда мы говорим, что патриотизм есть как раз ответ на вызов необходимости консолидации. Когда общество сталкивается с проблемой, которая, ну, я не знаю, там, безопасности, предположим, военной или, там, духовной, экономической, когда общество сталкивается с вызовами дезинтеграции, там, на основе каких-то там турбулентностей, да, которые могут возникать, то патриотизм – это своеобразный инструмент, который может этому эффективно противостоять. Поскольку он создаёт некую модель деления общества на своих и чужих. Самый простой принцип. Конечно. И самый работающий, как бы, ну, при минимуме затрат, что называется, да. Почему я сказал, что специфика есть российского патриотизма? Вот взять перепись 2010 года. В России проживает там по одним оценкам больше 160, по другим оценкам чуть ли не 190 представителей разных этнических групп, или, как у нас говорят, националистов. Тот факт, что русские составляют почти 81%, не уменьшает разнообразие. Соответственно, мы говорим, а как сочетать разнообразие различных народов России и некие общие консолидирующие чувства, факторы. При этом свой чужой принцип применять здесь абсолютно контрпродуктивно, поскольку все народы России – все свои. Ну, да. Понимаете? Если мы можем говорить, что, ну, какой-нибудь там, не знаю, американский патриотизм может строиться на основе исключения из числа американцев, ну, предположим, там, выходцев, там, не знаю, из Латинской Америки. Из Мексики. Да, предположим, да. То в России это нельзя. Все свои. Если там на курорке встретятся. Все коренные жители России. Или же из Москвы, откуда люди. Из Бурятии. Они свои. Они свои. А, собственно, какие процессы, явления, вот сейчас происходящие влияют на понимание, что такое толерантность, что такое патриотизм с точки зрения социологии? Вот практически, наверное, наша лекция, она оказалась в нужном месте в нужный час, потому что вот та вспышка, скажем так, да, или в хорошем, или в плохом, мне пока трудно судить, вспышка патриотизма, которая сегодня, ну, практически на наших глазах произошла в связи с последними событиями, которые происходят. Вчера это очень хорошо подчеркивалось и в выступлении Путина в обращении. Оно привело к тому, что потеряны четкие границы того, что сначала было более-менее устоявшимся. То есть в течение 90-х, 2000-х годов наше общество потихоньку вырабатывало вот эти символы общего понимания. И мы вроде как пришли к примерному представлению о том, что значит любить Родину и как ее любить. И мы примерно пришли к пониманию того, что если нашей идеологией является патриотической идеологией, но на уровне поведенческих практик, во взаимодействии между людьми, нужны какие-то реальные инструменты, которые этот патриотизм воплощают. Но вспышка патриотизма, которая происходит сейчас, она имеет определенные бескрайние границы. Вот хочу привести просто пару примеров. Мы наблюдаем ситуацию, которая происходит по отношению к турецкому государству сегодня, и оно имеет разные формы. В одних формах около турецких консульств и около турецких посольств стоят мирные пикеты, у которых на плакатах четко обозначена патриотическая позиция наших граждан по поводу происходящего с нашим самолетом и с этими событиями, которые вокруг этого дальше проистекают. На других съемках, которые размещены в огромном количестве интернет-пространстве, которые отсматривают наши молодежь, наши дети, наши студенты, эти патриотические, или я не знаю, я пока готова задуматься, или псевдопатриотические действия доходят до уровня просто хулиганства. Ну, когда уже на грани с законом, да? Который на грани с законом, да, на грани с законом, совершенно верно. Потому что объявление своего протеста может иметь и вполне легитимные и цивилизованные формы. То есть, когда люди выражают это либо в каких-то письменных протестах, либо в каком-то скандировании, либо в каких-то обращенных публикациях, выступлениях. Но когда это доходит до каких-то физических воздействий, связанных либо с нападением на само консульство или посольство, либо с обращениями в личностном варианте к политикам, представителям государства данного, или еще, не дай бог, еще хуже к представителям данного государства, который сейчас находится на территории нашей страны, а их достаточно большое количество, вот здесь молодежь, естественно, задумывается. А это тоже патриотизм? То есть, патриотизм на уровне идеологии, если он признается, то на уровне реальной поведенческой практики некоторые форматы патриотического поведения сегодня как раз, возможно, граничат с тем, что еще буквально 5-10 лет назад Андрей Римович обосновывал в своих методологических работах как внесистемный радикализм. То есть, это некий выход за пределы системной оппозиции, который может привести уже к непредсказуемым действиям. И мы снова стали перед вызовом того, что уже найденные вроде ответы на вопросы были, как на что реагировать, то есть, кто белый, кто черный, кто хороший, кто плохой. А сегодня вновь надо определять, в каком формате возможно проявление поведенческих практик, а в каком формате возможно проявление ментальных. Это хорошо или плохо, или это надо оценивать просто как явление? Уточните, что имеется в виду, что хорошо, что плохо? Я имею в виду вот эти изменения в понимании патриотизма, что есть патриотизм, и так вот. Происходящее в социуме событие невозможно сиюминутно оценивать, как хорошо или как плохо. Если мы еще буквально 5 лет назад откроем сайты различных образовательных учреждений, центров толерантности, мы видели, что практически в каждой школе, вот как урок мира 1 сентября начинается, он начинался с урока толерантности. Если мы сейчас в сложившихся ситуациях будем признавать толерантность слабодушием, слабостью, трусливостью, желанием спрятать голову в песок, и что чревато для нас какими-то другими последствиями, то в таком случае мы должны этим же детям, воспитанных уже на этих практиках, тогда объяснить, почему мы, взрослые люди, 10 лет были так уверены в том, что мы все делаем правильно, и что мы предлагаем сегодня, каким принципом взаимодействия между нами всеми, а соответственно между ними, между подростками, владежью, какими принципами мы сегодня предлагаем это заменить. Потому что если мы допускаем проявление агрессивных поведенческих практик, защищая одну идею, этим самым мы очевидно открываем зеленый свет тому, что можно таким же образом защищать не только любовь к родине, но и любовь к женщине, не только любовь к женщине, но и любовь к своему городу. Можно также защищать свою собственность, а можно просто бить человека за то, что он перешел дорогу в неположенном месте. То есть мы должны определить все-таки границы дозволенного в том, что переходит на уровень поведенческих практик. Вот вы работаете в университете, да, и непосредственно, ведь сейчас уже студенты наверняка вам задают эти вопросы, да, и вы общаетесь. Они обсуждают, да, конечно, да. Вас устраивает тот уровень? Вот я добавлю насчет хорошо-плохо. Ну, во-первых, патриотизм – это хорошо, однозначно. Ни одно, скажем так, состоявшееся и устойчивое государство не может существовать, если населяющие его граждане относятся к своей стране и к своему государству резко отрицательно. Мы это проходили в момент распада Советского Союза, когда фактически подавляющее большинство, к сожалению, ваших коллег из средств массовой информации вроде бы в погоне за истинной правдой допустили такую черную интерпретацию событий давнего прошлого, недавнего прошлого, примерно в таких тональностях, что все, что произошло, все было трагедией, все исторические деятели – преступники и негодяи. Ну, дальше встал вопрос такой, незримо встал, а вообще может существовать страна, чья история – это цепь ошибок, заблуждений, преступлений, чьи герои, не герои, да? Все время в путь куда-то в пропасть, да? Конечно. Может ли она существовать? Да, то не создать ли новую страну, и не начать ли сначала. Вот на этом, собственно, основывался тот процесс, который назвали в социологии «бегство от советской идентичности». Да, но вот продолжая, Рушанин Шатман, патриотизм – хорошо. Весь вопрос только. Каким образом выстраивать взаимодействие на основе разнообразных культур народов России? Так, чтобы это не привело к конфликту между различными народами страны. Собственно, именно этого всегда и добивались противники России. Начиная с Гитлера, предположим, четко ставил задачу стравить, так, качая холодной войной. Да и сегодня тоже есть такое понятие, Юрий Громыков употребил, как консоциентальная война, от слова «consciousness сознания», то есть война, целью которой является перекодировка идентичности населения страны противника. Уровень обсуждения в студенческой среде этих вопросов, как вы его оцениваете, я бы так сказал. Они тоже сохраняются крайностям или действительно. Понимаете, ведь есть, на мой взгляд, два, а может и три уровня медиатизации общества. Мы живем в эпоху массовой коммуникации, но и многие факты не существуют, если о них не пишут, не говорят, не показывают. И есть, соответственно, разные градации групп, которые так или иначе участвуют в этом процессе массовой коммуникации. Была хорошая классическая поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Сегодня, наверное, можно перефразировать так. «Скажи мне, что ты читаешь, что ты смотришь, и в каком формате ты взаимодействуешь в соцсетях, и я скажу тебе, кто ты». Соответственно, там могут распространяться и конструироваться разные оттенки смыслов, разные факты, преподноситься по-разному, и вокруг этого могут возникать какие-то точки сборки, солидарности, которые можно истолковывать, как одна версия патриотизма, или другая версия патриотизма, или антипатриотические сборки. Вот это сегодня присуще в студенческой среде. Хотя, ну как бы стихийно, очень заметная доля молодежи хочет иметь славное Отечество. И, естественно, тяготеет к тому, все-таки, чтобы было чем гордиться. А вообще наша система, отечественная система образования, начиная со школы, она кого воспитывает? Патриотов? Граждан мира. Отличный вопрос. Плохо просто знаком с ситуацией. Хочу вам задать этот вопрос. Дело в том, что система образования, она постоянно реагирует на любые изменения, которые происходят в социуме. И вот буквально за последние 20 лет в системе образования произошли принципиальные крайности. То есть сначала выросло целое поколение школьников, которые в 90-е годы просыпались и засыпали под гимны различных автономных и социалистических республик. В 90-е годы, когда начался парад суверенитета. И эти дети в известном тесте Куна МакПартленда дошли до такой степени, что когда социологами и психологами, и этнопсихологами считается предельный уровень этнической идентификации, это 10%. То есть когда 10% населения, первый ответ, который вы им задаете на улице, они на этот ответ обязательно указывают свою этническую или конфессиональную принадлежность. Вопрос звучит «Кто ты?» «Кто ты?» «Кто я?» себе задает человек вопрос. И вот если 10% населения – это те, которые на первое, второе или даже третье место ставят свою этническую самоидентификацию, то диалог между такими людьми до 10% еще возможен. Если эта цифра зашкаливает за 10%, то есть если человек, знакомясь с девушкой, с парнем, в первую очередь узнает не его социальный статус, не то, где он живет, из какого региона он приехал, а в первую очередь интересуется, а ты кто по конфессиональной принадлежности? А ты в какой храм ходишь, например, да? Или там, каким языком родным ты используешь? Вот когда этот процент зашкаливает уже за пределы, выходит 10%, это считается напряженной обстановкой в обществе. Вот в 90-е годы, по нашим замерам, мы исследования начали еще тогда проводить, у нас процент молодежи от 15 до 29 лет, среди них были школьники, доходил до 60%. То есть это зашкаливающий уровень. И, соответственно, когда мы обсуждали с самими школьниками, с самой молодежью, со студентами возникшую ситуацию, то ответ был очень простой. Вам не судить нас, потому что мы выросли уже в 90-е годы в обществе, в котором вопрос этнической идентификации для политиков, для журналистов, для медийных персон, для людей, которые стоят на площадях, являлся базовым, он являлся основным. В 2000-е годы, конечно, все вернулось на круги своя, то есть какой-то произошел откат от этой зашкаливающей идентичности. Но здесь я все-таки, как человек, который практически скоро будет уже 20 лет, как занимается этнокультурными процессами, стоит сказать, что этническая идентификация, она не исчезает. То есть она может вспыхивать и затухать, но она не исчезает. Этому подтверждение те возникшие теории плавильного котла и зеленого салата, которые возникли в 20-м столетии, этому подтверждение глубоко проникший в нас интернационализм и дружба народов советских людей, который в 90-е годы почему-то вдруг совершенно внезапно вывернулось наизнанку, и люди, которые еще только вчера друг друга абсолютно признавали и готовы были быть терпимыми и понимающими по отношению друг к другу, просто стали выгонять друг друга из собственных квартир, из соседних квартир. Хотя они вместе вырастили детей до этого, вообще вступали в межнациональные браки. Поэтому, на мой взгляд, все-таки нельзя в системе образования полностью обходить ситуацию, связанную с этнической идентификацией и считать, что это только медийная проблема, и что если мы о ней перестанем говорить, если мы вообще просто перестанем употреблять, как в паспорте мы не употребляем теперь этническую самоидентификацию, то это со временем исчезнет. А, кстати, звучат эти предложения периодически, да? Вернуть графу национальность. Ну, это, как бы сказать, это вопрос и на уровне академического сообщества тоже обсуждается. Как раз я хочу сказать, что не в этом дело. То есть ее можно вернуть или не вернуть, но в общественном сознании, тем не менее, этническая самоидентификация не исчезает. Более того, в исследованиях этнопсихологов, этносоциологов очень четко доказана прямая корреляция. Чем больше человек осознает свою позитивную этническую самоидентификацию, тем он спокойнее и терпимее относится к представителям других этнических групп. Вот, возвращаясь в наш вуз, в частности, да, и в другие вузы, сегодня у нас вообще очень сильная академическая мобильность. Это не та академическая мобильность, о которой мы мечтали при Болонском процессе, когда вступали. Это, конечно, к нам приехали не представители там американских или западных стран. К нам в основном приехали наши же бывшие сограждане из стран СНГ. И, безусловно, за 20 лет они стали иными. Это естественно. То есть они выучились уже в других школах, они получили другую программу, другое воспитание, другое образование, и другие культурные традиции. Вернее, не другие, а не вернувшиеся к ним культурные традиции. Но если на сегодняшний день в наших республиках, ну, в частности, там, где вы проживаете, в Центральной России, в Среднем Поволжье, вот здесь, у нас с этим более-менее благополучно, потому что мы имеем очень большой многолетний, многосотеннолетний опыт постоянного межкультурного взаимодействия. То есть нас просто сама жизнь приучила к тому, если ты начинаешь агрессивно реагировать на иных, то эти иные тоже проведут по отношению к тебе агрессию. То есть и желание, и принцип договариваться, он настолько укоренен в архетипах наших народов традиционных, которые здесь проживают. И, собственно, к ним я отношу и бывших представителей стран СНГ, потому что их огромные диаспоры либо остались после распада Советского Союза здесь, либо, пользуясь тем, что все-таки они были интегрированы в нашу экономическую систему, индустриальную систему и культурную систему, очень много межнациональных браков, да, то есть они частично после уже распада СССР вернулись и осели здесь. Ну и у нас есть какие-то очень многие ценности, общности, которые нас связывают. Поэтому вот в регионах, в которых есть интенсивная практика межкультурного взаимодействия, гораздо легче наладить это понимание и признание другого таким какой-то есть, нежели, например, в регионах, в которых приехавшие люди выступают как некие пришлые, некие иные люди. Ну и, соответственно, учитывая, что сегодня такие миграционные процессы на территории России сплошь и рядом происходят и в крупных городах, и в мегаполисах. То есть чем больше мы будем практиковать этот опыт конструктивного межэтнического взаимодействия, а, соответственно, мы со своей стороны будем показывать какие-то эффективные приемы этой поведенческой практики, то, наверное, тем будет нам легче с нашими студентами работать. Вот еще хочу о чем спросить. Ну, все мы прекрасно знаем, какой рейтинг доверия у нас владею государству Владимиру Владимировичу. И для многих, прямо так и говорят, Россия – это Путин. Вот что это? Патриотизм тоже? Андрей Римович? Я бы так сказать, знаете, надо оглянуться вообще на политическую культуру российских государств, начиная там с княжеской поры, с Киевской Руси. Конечно, да. И в чем-то это присуще, да, персонификация власти, она России… Вот царь-батышка такой, да? Вот как ни назовите. Хотите, назовите отец народов. Владимир Колосовский, Красносовский. Хотите так назовите. Современные практики – это лидерство, то есть идея лидерства. Конечно, конечно. Есть понятие. Корпоративные даже. Конечно, харизматический лидер там, хозяин там, да. И вот для России это, в общем-то, свойственнее. И попытки отойти от этого как-то особо не увенчивались успехом. А отходить надо? Вот вопрос тоже такой, знаете, любопытный. С одной стороны, ведь персонификация власти – это дополнительная уязвимость. Потому что, не дай бог, как говорится, если происходит какое-то обстоятельство, которое там приводит на должность первого лица фигуру менее харизматичную, то мы наблюдаем смуту. Так, я очень студентам всегда люблю приводить эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где войско взбунтовалось. Почему? Говорят, царь немастоящий. Так, все, глупость, смута, да. Которая чревата обрушением вообще. Поэтому сильные государственные институты, они, конечно, нужны в качестве опоры, да, дополнительной. С другой стороны, персонификация власти, она во многом связана с тем, что у государства любого какой-то символ всегда есть, да. Потому что первое лицо осуществляет представительские функции. Ну, а в России, наверное, есть элемент патернализма еще в чем, что огромная страна, разнообразные регионы и как бы дополнительные, что ли, надежды связываются всегда с фигурой первого лица, который должен олицетворять некую высшую справедливость, хотя бы там надежду на ее получение и так далее. Что, собственно, часто и подкрепляется. Вспомним эпизод с цементным заводом в Кандапоге, по-моему, да, и прочее. Какая-то конечная точка обращения должна быть, да, и в этом смысле. Я бы еще тот психологический момент чисто добавила, потому что с первым лицом государства... Извините, одну вещь. Не умаляй достоинств, вот я бы далек был от того, чтобы умалять достоинств нынешнего лидера страны. Дело в том, что с психологической точки зрения вот эти представительские функции, которые выполняет глава государства, они позволяют каждому отдельно взятому человеку в какой-то части экстраполировать на себя его образ. И, естественно, мы себя же тоже пытаемся выполнять какие-то представительские функции, ну, будучи представителями высшего образования или еще как-то. И нам очень важно, как мы воспринимаемся в глазах той, другой общественности. И попытка примерять, как бы идентифицировать себя с человеком, у которого какие-то достойные поступки, достойные действия, она дает определенные выигрышные позиции, ну, буквально с точки зрения даже такого психологического прагматизма еще. Я бы еще можно добавил, да, к сожалению, вот у нас нельзя избежать принципа контраста. Уж больно разительно отличались в худшую сторону, особенно в последние годы пребывания у власти, некоторые предыдущие руководители России от нынешнего. Ну, я как бы о покойных или хорошо или ничего, да, но вот, но, к сожалению, были моменты в нашей истории, я их хорошо помню, когда первое лицо имело, мягко говоря, дефицит уважения и легитимности. А, кстати, мы не знаем вот здесь же, я в Кировской области, ситуации в республиках. Та же там республика, да, там к голове какое отношение вообще? Уровень доверия. Вы замеры делаете? Да, мы делали замеры. Да, у меня такой психологический взгляд, может быть, да. А у вас замеры? Перед выборами сентябрьскими. Что говорят? Замеры где-то с 2014 года, рейтинг Мениханов неуклонно рос, как бы кредитного рюкера. Сколько он там сейчас в процентном отношении? Ну, выбор уже состоятельный. Ну, поговорим о том, что... Более 90% он получил. Вы знаете, он все время приближается к первому лицу государства, но тактично все время находится, ну, чуть-чуть на один шаг пониже по рейтингу для того, чтобы соблюдать определенную иерархию. А Кадыров и Чечня, или там другая все-таки история? Вот то, что вы приводите, да, примеры, наверное, я вот, можно, такой вопрос задам. Скажите, а вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда какого-то коллегу спрашивают, а ты у кого работаешь? Вот не в какой компании ты работаешь, да, а у кого? Имея в виду первое лицо. Совершенно верно. Вот персонификация, как бы, власти довольно широко распространена. Ну, я не знаю, вот у нас даже бывает на кафедрах, да, ты у кого работаешь там, на какой кафедре? А, это, или когда говорят, на какой кафедре, а, это вот у профессора такого-то, так вот, уточнение, как бы, к названию, персона прилагается еще. Вот, ну и в региональных каких-то политических культурах, наверное, понятие вот этого вождизма, я говорю, да, там, лидерство, если хотите, оно проявляется. Хотя в Татарстане вот эти выборы прошли скорее не под знаком такого вот личного лидерства, сколько под знаком понятия эффективный менеджер. Вот, как бы, есть проект развития, и есть человек, который этот проект берется реализовать эффективно. Вот, таким образом выстраивалась, как бы, схема. Мы же со своими студентами, естественно, обсуждаем, работаем, хотя, вот, во время предвыборной там ситуации, да, и как-то что-то пытаемся понять, что они думают об этом. И выясняется то, что для нашей молодежи сейчас, вот, если еще лет 10 назад одним из желаемых сценариев развития, да, это был отъезд из Казани, ну, отъезд там в Петербург, в Москву, там, какие-то еще другие, возможно, варианты, но как быстро все меняется. То есть прошло буквально 10 лет, прошли несколько знаковых событий, тысячелетие Казани, универсиада, чемпионат, сейчас еще несколько событий. И для молодежи, в общем-то, сам по себе президент с конкретной фамилией, он, конечно, важная персона, да, но уже нет вот такого отношения, как у нас было к первому президенту. То есть там была просто вот какая-то сумасшедшая всенародная любовь просто, да, вот, доведенная до уровня вязания носок, там, да, шарфиков, ну, она была какая-то вот буквально такая родственная уже любовь. Здесь есть уважение, и для молодежи это очень четко завязано на том, что теперь они хотят оставаться здесь, потому что они все время теперь ждут от власти, какие же новые интересные проекты, в которых они уже смогут задействованы быть и участвовать, связаны с этой республикой. У нас остается буквально минута-полторы, вот, в вашей лекции, да, все-таки, возвращаясь к ней, именно толерантность и патриотизм, на кого рассчитаны? Практические цели закладываются. Вот что вы хотите донести, какую реакцию хотите увидеть? Ну, в первую очередь, так как нас пригласил университет, все-таки, да, база... Наш, напомню, Вятский государственный университет. Поэтому нам очень важно, чтобы на встрече присутствовали студенты, магистры, аспиранты, то есть вот те молодые люди, с которыми предстоит взаимодействовать нашим молодым людям. То есть мы хотим донести до них те смысловые ценности, те смысловые категории, которые, возможно, мы думаем у себя в республике, в регионе, мы пытаемся уже сформировать, и мы бы хотели, чтобы они говорили на одном языке, чтобы у нас сформировалось какое-то общее категориальное поле, понятивное поле. Это самая первая задача. Вот лично для меня, как преподавателя. Андрей Римович, дополниться? Присоединюсь, дополню еще чем. Мы, наверное, хотели бы озвучить некое видение, которое может вывести на некие новые практики, в том числе и некоторые предложения мы можем озвучить. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что гости в нашей студии доктора социологических наук, представители Казанского национального исследовательского технологического университета Павушания Зинулева и Андрей Тузиков. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо.